Полная тишина, все погрузились в сон. Номер один, Вадя. Твоя карточка. Засни. Номер два, Лена Головач. Твоя карточка. Засни. Номер три, Кирилл Кейк. Твоя карточка. Засни. Номер четыре, Сильвер. Твоя карточка. Засни. Номер пять, Даша. Твоя карточка. Засни. Номер шесть, Подушка Злой. Твоя карточка. Засни. Номер семь, Вудуш. Твоя карточка. Засни. Номер восемь, Дмитрий Ликс. Твоя карточка. Засни. Номер восемь, Инсайдер. Твоя карточка. Засни. Номер одиннадцать. Скиллз. Твоя карточка. Засни. Полная тишина. Все спят. Все спят. Просыпается мафия. Мафия проснулась. Знакомится. Дон. Ребята, давай заново. Почему нас четыре, блядь? Потому что Д это доктор, а не Дон, блядь. А кто доктор? Ну да. Саша, да. Давай заново. Окей, говорила, буква Д значит доктор. Вы что, меня до СМСА разоруинили, сука. Блядь, я уже еблашу. Я уже еблашу. Я мирным хотел поиграть, но пожалуйста. Я тоже, пожалуйста, можно? А я открываю глаза. А компашка, да, огромная ебать. Есть, столько. Блядь, я сильно вслух дать читала бы просто. Тоже пиздец. Да-да-да, зло и смешно. Все же знали, во-первых. Кэк смешно пошутил, спимся. Полная тишина, все спят. Надеюсь, все готовы воспринимать карточки. Очень быстро раздаем. Эвелон первый, проснись. Засни. Головач, второй, проснись. Засни. Третий кейк, проснись. Засни. Сильвер, четвертый, проснись. Засни. Даша, пятая, проснись. Засни. Злой, шестой, проснись. Засни. Будуш, седьмой, проснись. Засни. Дмитрий Ликс, проснись. Засни. Инсайдер, проснись. Засни. Скилз, проснись. Засни. Полная тишина, полная тишина. Ребята, вспомните момент из любой катки, где вы за секунду до взрыва разминировали С4. Какой же это кайф. Еще бы скины за такой гейм получать. А у Эпиков так и работает. У них на сайте есть бесплатная мини-игра по КСу. Задача перерезать проводки на бомбе так, чтобы она не взорвалась. Выиграл, забрал приз. Кейсы, скины, промики и многое другое. Играть можно халявно раз в час и попутно фармить победы, чтобы получать геройские кейсы. Вот наполнение кейсов всего лишь за 20 побед. И все это на халяву. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции. Бесплатно вместо 600 рублей. На 15 квесте операции ты получишь перчи и летай на АВП. А на последнем 60 задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Все это добро я оставил снизу. Так же, как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CSGO. Можем с конца начать, кстати. Давайте с конца. Скилзик, давай с тебя открывай. Гостевка Головача. Ну? Так, всем привет. Твоя минутка. Давно не виделись. Тож верно. На день рождения Головачу я пришел без подарка, потому что не знал, какого числа оно. Тож верно. Вот. Могу сказать сразу, что... А нах ты пришел. Да. У мирных не должно быть опасений по поводу меня. Вот. Ты даже и мафия не опасная, да? Ну да. А ты че, спизделся на единичке там, блядь? Я просто помогаю ему, я вижу, он волнуется. Я не волнуюсь, я нормально. А мы не таких не волнуюсь. Ребята, дайте, пожалуйста, высказать Дмитру и Скиллзору. Так я уже все сказал, что он нет. Все, спасибо. Надеюсь, проживу один раунд. Спасибо большое, Дима. Ваня, инсайдер. А, мы типа в обратную пошли? Да. Окей, окей. Ну что, спасибо, кстати, что меня не убили в прошлый раз первым. Надеюсь, сейчас тоже самое будет. Вообще, поздравляю всех, кто на мафии. Когда вы играете с Артуром, вы можете смело его не... Мы следующий будем играть с инсайдера? Нет, нет, нет. Это просто для представления. А, извиняюсь. Извини, инсайдер. Представляйся. Да, я нахуй пошел вообще, в принципе. Короче, легчайшая игра. Если вы не убиваете Артура, то вообще все пока. Я все за вас сделаю. Поведу. Да, да, молодец. Вот. Короче, могу пожелать красным игрокам большой удачи. Будет очень непросто. Скилл сегодня понравился. Несмотря на то, что вы перебивали, он вроде как не пык-мык-мык-мык-мык. Молодец. Я, короче, пока он для меня больше красненький. Респект. Все, играем. Спасибо. Спасибо большое, Ванечка. Дмитрий, слово вам. Ну что ж, поскольку значение ролей в данной игре у нас не имеет никакого значения, то я комиссар и буду проверять единичку на своем ходу. Верить мне или нет, это ваше решение. А на день рождения Головача я приехать, к сожалению, не смог далеко. И лететь не захотел. Ну, билет типа там опасно. Вот. Летать боюсь. Все. У меня все. Дмитрий, у вас что-то в проходе, по-моему, застряло, нет? Да, застряло. Французский багет огромный. Спасибо. Пожалуйста, Саша Вудуш. Жестятина какая-то, потому что обычно можно какую-то аналитику дать по предыдущим речам, но здесь просто нечего сказать. Ребята открылись, первый, второй открылись нейтрально. Так, а вот по поводу Ликса, по поводу Ликса, ну я не знаю, что это за взбросы, как к этому относиться. Я так понимаю, люди по рофлу играют, по рофлу вскрываются комиссарами, убивают мирных, по рофлому, видимо, представляются комиссарами в первом раунде. В общем, буду следить дальше, сказать нечего, до меня поговорили, к сожалению. Можно поверить, Сань, все нормально. Вот, я тебе верю, я тебе верю тогда, хорошо, поехали дальше. Спасибо, Саша. Ты придирательство играет с резиночкой? Слово вам. Не мать, он на серьезном такой. Короче, еще я хочу сказать, я тоже решил пойти по словам Димы, я проверю его, комиссар ли он вообще в целом, картишечку вскрою. На самом деле я красная картишечка, обычный мирный, хотя хотел бы побыть мафией, немножко поебашить. Что могу, какую аналитику произвести? Скиллсдор заволновался немножечко, но ничего страшного. Типа, он как будто первую игру играет с нами, блять, потому что его просто ебнули. Поиграю с инсайдером, мне нравится, то, что он похвалил меня за мое мастерство, мне это уже нравится. Также он пожелал игрокам красной удачи много, и это самое главное. Ну, Ликс, это что, и тоже сразу, и тоже его беру к себе, нравится. Ну, вот уж, пускай сидит пока анализирует под серым игроком. Типа, ну, он жестко сейчас подварится, когда начнут все вскрываться, то это будет пиздец жестко. Главное, чтобы Саня красный был, это самое важное. Спасибо большое. А то ему на руку будет. Даша, твоя минутка. Здравствуйте всем, спасибо вам огромное за вечеринку, Лена Головач, очень весело и круто. Мне не понравилось скиллзору, и не понравилось, как его сразу защитил инсайдерков. Арини тоже. С ним дальше играть, это будет... Мне не понравилось шестерка, и такое чувство, что образовалась, так сказать, мафия 6, 10, 11. Какой хуй соск. Вот, и мне не нравятся данные персонажи этой игры теперь. Дмитрий Ликс классный. И буду классный. Так я так шутил про себя, предыдущая другая игра. Тут уже три мафии, тут уже два комиссара, три мафии уже, что мы дальше играем? Да, да. Слушаем дальше. Спасибо большое, Даша. Так, Влад, пожалуйста, номер 4. Всем привет. Серега, спасибо за приглашение, поздравляю. С подарком пришел ему, с Боби Рошанчиком Огненным, надеюсь, тебе понравился. По поводу аналитики... Все, на тебя взял. Что? По поводу аналитики, то, что 11-й полуновался, и его похвалил 10-й за это, респект 10-ки. Мне нравится, что уже с первого восьмерка и шестерка вбрасывает прокомиссаров. Пока для меня серые. Нравится, что пятерка говорит много, но говорит какую-то хуйню, лучше ты посетить. Но это, скорее всего, красный, потому что в прошлой игре она была мафией, она молчала весь геймплей. Поэтому пятерка ближе к красной, но ты лучше без аналитики. Хорошо, больше не буду. 7 тоже нейтральный, 3, 2, 1 буду ждать. Спасибо. Спасибо большое. Сильвер, кекс, кекс словом. Спасибо. Да, головача, днюшка, днюшка, я пришел пожрать, подарка нет. Я, значит, доктор, получается, буду лечить шестого, чтобы когда он пойдет проверять, чтобы он не сдох. Правильно? А почему не меня? Так он тебя проверит, нахуй нам тебя лечить. Так я же тоже комиссар. По аналитике могу сказать, да, я тоже заметил разногласия. То есть мне показалось, вот лично мне показалось, что скизол немного поволновался, но я его плохо знаю. Может быть, это его неволнительное состояние. Инсайдер за это его похвалил. Но, однако, пятерочка, вот пятерка 100% красная. Вот я ее, ну, первый раз общаемся, но в прошлый раз мы были вместе мафией. И чувствовалось вот немножко иное. А тут просто от зубов отскакило, как будто она читала вот суфлера какого-то. Поэтому я с пятеркой вообще, ну, я вот пятерка 100% красная до конца игры вообще абсолютно. И, Влад, я вбрасывал не потому, что кто-то плохо играет, я сам не играю в мафию. Просто, ну, я же мафия был, я вкидывал туда-сюда, везде, и на головача насрал, и на тебя, чтобы кого-то только не саню. Все, я мирный вообще, с пятеркой играю, одиннадцатый волновался. Спасибо большое, Кэг. Головач, посмотрим. Так, быстренько сразу аналитика по столу. Мне понравилось, как поговорил Диман, скилз. Он волновался, ну, как будто он такой, типа, такой, блядь, в тильте после первой игры, потому что дали комиссара и так жестко ебанули, и, можно сказать, не поучаствовал в игре, хотя мог очень жестко повлиять на исход. 7-10 для меня всегда это серые игроки, пока что сложно сказать. Диман очень круто поговорил, красава, Диман. Блядь, сори, за ту игру там, конечно, пиздец был. Вот, но в этой мне не понравилось, как поговорил Артур. Как будто вот он в этой начал нервничать, какой-то пакетик там сидит в руках, перебирает, взгляд вниз в точку в одну, блядь. Как будто вот человек просто поменялся. Я хуй за это, конечно, не буду ничего. И здесь первый круг, вот, Даша и Кейк для меня поговорили отлично. Кейк вообще радостный, как будто он сидит такой, блядь, как охуенно, что я не мафия, и, типа, не придется сейчас играть, там что-то делать, просто пароффу посижу, поугадываю. Вот, для меня Кейк, Даша, скиллс, ликс, красные игроки, вот. Плюс-минус буду, ну, не понравилось, как только Артур поговорил. Санек плюс инсайдер, там ничего не угадаешь, там профессионалы, киберспортсмены, блядь, это пиздец. Спасибо большое. Наебут только так, блядь. А я не слышно? Алло, Сергей, прием. Ну, когда он слышно, Дин, пожалуйста. Головачевский. И Вадя, закрываешь. Ликс, прости, пожалуйста, мы проиграли игру. Блядь, я чувствую себя виноватым, что не доцепил все-таки в семерку. В принципе, я нормальный пруф как будто привел, но я, бля, обидно, пиздец. Ну, да ладно, я говорю, когда мы сказали, когда мы выгнали Головача, она говорит, если я засыпаю, я засыпаю, и так в своей голове, как будто нажимаю на таймлапс, там уже титры, думаю, бля, ну пиздец, типа проевали, нахуй. Как будто это почувствовал, эту хуйню. Не знаю, с кем хочу поиграть, мне не понадобится шестерка, шестерка очень сильно поменялась. Мне, в принципе, не нравятся шестерки, типа это, ну, это априори такая тема. Да, играю с пять, поиграю пока только с пять, и очень хочется заочно поиграть с Ликсом, но я с ним поиграю, но он для меня с вопросом, потому что он на агро. Я хотел сейчас устроить типа ревенч, но у меня, нахуй, забрали, блядь, ёбаную мафию, и поэтому придётся опять ещё проёбывать на Миром. Я пиздец люблю, когда мафия выиграет, но не три в три, блядь, это пиздецкая штабина. Ну, короче, поиграю, наверное, в восемь-пять, а там дальше подумаю. Четыре в три вообще-то было. Ну, четыре в три, да. Четыре в два. Чё? Извини, я. Четыре в два. Я всё сказал, я играю в восемь-пять. Спасибо большое, Вадя. Спасибо. Серёжа, вот та самая кепочка, которую ты заказал. Бля, не убивайте, пожалуйста, пять мафий, убейте шесть, чтобы по-честному хоть чуть-чуть поиграть нам. При встрече себе передам. Но меня могут похилить, Шариш. Да нет, нет, да сейчас тебя будут хуярить. Шариш. Нет обсуждений, пожалуйста. Ура, я покися. Да, мы засыпаем. А спать? Чё ты постоянно обезваясь тишину, что она полная? Вадя. Полная тишина. Попитанная тишина, все спят. Спасибо. Все спят. Просыпается мафия. Мафия решает, кого же истребить. Мафия засыпает. Просыпается дон мафии. Дон ищет комиссара. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар ищет мафию. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Доктор решает, кого полечить. Доктор засыпает. Все просыпаются. Доброе утро. Доброе-доброе утро. Дамы и господа, что сказать. Вечеринка... Ой, извините за эхо. Вечеринка у головача выдалась настолько жесткой, что все проснулись похмельем, но живыми. Обсуждайте. Охуеть. Сюда нахуй. Ура, бля. Ну, доктор, если сам себя лечил, наверное, имеет смысл говорить. Да, если доктор лечил сам себя, ты можешь принести скрыться. А если не сам себя, то не имеет смысл, Дим? Наверное, имеет смысл. Если ты полечил кого-то, ты, в принципе, можешь сказать. Будем знать, что он мирный, и ты мирный. Два человека. Да нет, это, в принципе, тоже хорошо. Если есть обсуждение, когда при голосовании... Ребята, когда проходит хилл первый, всегда нужно говорить. Неважно, в себя или не в себя. Мы, по сути, фактически выиграли. Либо один красный, либо два сразу красных. У нас два красных будет, если что, сейчас. Если доктор скрывается, говорит, кого он лечил, у нас два красных игрока на столе, если что. А кто, сука, доктор? Ну, сейчас будет ход. А прикиньте самоострелы. Нет, сейчас все могут говорить, но никто не говорит. Ладно. Я не доктор. Его право не скрываться, в принципе. Вы вольны играть, как вы хотите, так что не надо никого слушать. Нет, вы хотите не скрываться, не скрывайтесь. Давайте так, логично скрыться, правильно? Общее время вышло. Где логика? Общее время вышло. Я, получается, начинаю, Дина, да? Снизу броди. Нет, нет. Просто если мне смысл. Я только что говорил, кила не было, мне даже нечего сказать. Мне нет смысла, что делать. Десятый, десятый начинает. Но мы же не хотели с конца. Не-не-не, с конца не надо, это неудобно, ребят. Мы можем с конца до конца играть. Нет, давайте просто одиннадцатый и типа я сейчас, короче, все, и все. А мне просто кто-то выставит, и все. Типа одиннадцатый, один, два, три, четыре. Логика есть. Ну ладно, окей. Давайте. Скилзик, ты тогда первый? Нет, он же был уже. Подожди. Ты сказал с одиннадцатого, один, два, три. Я одиннадцатый, я уже. То есть сейчас я говорю? Нет, нет, нет. Так, господи, начните кто-нибудь. Скилз последний будет. Могу я начать? Нет, я начинаю. Скилз был первый там, типа сейчас я. Это как будто логика есть, да? Или нет? Я не понимаю, я тупой, простите. Да нет, я думал, если мы против часовой, то до конца такая и совой. Да, да, согласен, против часовой до конца. Да, мы решили, я сразу спрашивал вас, искали только первый. Короче, похуй. Да, мы запутаемся, будет неудобно. Короче, я просто... Все, погнали, короче, я начну просто и все. Я хотел поговорить по поводу кила, кила не было. В принципе, сейчас самая, наверное, адекватная тема доктора вскрыться, сказать, кого он похилил, он скорее всего хилил не себя. Если он хилил себя, он по-любому скрывается, мы знаем одного красного. И это, кстати, нам особо нихуя не даст, но в принципе плюс-минус норм. Если он хилил кого-то, он скрывается, мы знаем двоих красных. Если доктор хочет не скрываться, он не скрывается, играйте как вы хотите. Но если вы хотите помочь мирным, это пизда, как имба. То есть мы скрываем, мы знаем два человека, мы уже примерно видим по столу, кто как играет, мы посмотрим, кто когда будет говорить, но я могу предложить вам скрыться позже. Когда вы послушаете уже стол, и типа посмотрите, кто как сказал. Я бы посмотрел, если бы я сейчас был бы доктором, я бы плюс-минус посмотрел бы стол, потом вскрылся. В принципе, если вскроется фейковый доктор, вы сможете с ним поговорить. Ну то есть типа это там уже для вас. В принципе, вы уже не вскрылись в самом начале, поэтому у вас уже будут дебаты, если вскроются два доктора. Кого я выставлю? Я выставлю, наверное, игрока под номер 6. Я очень хочу его послушать. В принципе, он уже и так говне. Но еще дадим ему немножко этот. Какое я во мне, слышишь, Вадим? Спасибо большое, Вадим. Благодарю. Сережа, головач, слово тебе. Так, ну я бы хотел, чтобы доктор, наверное, сказал, кого он хилил. Типа, если он не себя, конечно, хилил и два красных, это было бы очень удобно и проще было бы играть. Артура выставили. Мне пока что после первого круга не понравился Артур. Ну, единственное, что мы начинаем отсюда, типа сверху, а не снизу. Так было бы проще. Я бы, может быть, какую-то аналитику ебнул. А так пока что буду слушать. Артур выставлен уже. Давайте выставлю Вадю просто, чтобы он поговорил. Ну, по крайней мере, Вадя охуенно сказал для меня. Принято, Сережа. Кекс. Вернее, кекс. Слово вам. Кекс. Я выбрал его, потому что мне показалось, будет слишком очевидно, что это будет Ютчечка. Действительно, подумал, что будет два красных. Я просто раньше никогда с доктором не играл, поэтому переспросил. Как бы все. Вся информация. По-прежнему для меня красная Ютчечка и тем более очень красная Дмитрия Ликс. Можно Даша? Как правильно? Даша, извиняюсь. Английский это, да? Я не особо знаю. По-прежнему у меня команда остается, получается, Даша и Дмитрий. Мне больше нечего сказать. А ты кого-то выставишь, Кекс? Последнего логичнее всего выставлять на всякий случай. Одиннадцатого тогда выставить. Спасибо. Сильвер, слово тебе. Так, у нас все выжили по поводу доктора. Можем ли мы верить тому, что тройка доктор? Если тройка доктор, то тройка красный. Он хилил восьмерку, восьмерка красный. Но в той игре мы играли, у нас был фейковый комиссар, поэтому я не буду на 100% добирать доктору на тройке, но хотелось бы. Для меня также пятерка красная, потому что я уже говорил. Единичка хорошо сказала, чтобы доктор сразу не вскрывался. Если Кейк настоящий доктор, то он сделал правильно, потому что это мог сделать мафия. Если бы он сразу вскрывался, было бы очень много подозрений. Также для меня близко, скорее всего, красный это одиннадцатый. Поэтому я играю пять, одиннадцать, восемь. Если тройка настоящий доктор, то три, четыре, восемь, одиннадцать, пять это красные. То есть один, два, шесть, семь, десять — это где-то там три мафии. Пока так. Спасибо. Ты кого-то выставишь? Давай, не знаю, десятку просто. Пусть поговорит. Десятку. Спасибо. Даша, Ютечка, пожалуйста, слово тебе. Спасибо, единая блиночка. Так, я, если честно, запуталась. Для меня сначала, вот это тоже так мне казалось, что злой достаточно такой, ну, странно себя ведет, либо он просто устал, непонятно. Инсайдеры какие-то странные гримасы строят, тоже подозрительно, как будто пытаются с ним как-то окрасниться, что-то делает. В этой игре он мне абсолютно не нравится. Согласно сомнениям Вадима, но при этом мне не особо понравилось то, что он так просил я раскрыться доктором. Кейк, скорее всего, доктор, потому что, ну, он как-то поживее говорил еще в первом раунде и вскрылся более-менее нормально. Так что пока я ему буду доверять. Не знаю. Синеверный, хорошо говорить. Тому ты там показываешь, блядь. Слушаю. Сам себе. Лена Головача, честно, я прослушала немного и забыла уже, что ты говорил, поэтому ничего не могу сказать. С днём рождения. С днём рождения. С днём рождения. Спасибо. Спасибо, Дашуля. Ты кого-то выставишь? Меня, кстати, можешь выставить. Да, давай тебя. Двоечку. Спасибо. Спасибо. Злой Артем. Я тут лежал и думал. Я понимаю, там меня вкидывают, но типа, похуй. Но такое-такое-такая мысля в голову пришла. А почему бы сейчас не встретиться еще комиссару и сказать его проверку? Даже если она будет красной, то будет на столе сразу четыре красных, будет понятно. Если, ну, конечно, не пройдет. Вот, без всяких такой грязи. Будет уже четыре красных, плюс есть хилка, допустим, если мы ему доверяем. И у нас будет четыре красных, а нас двенадцать. Типа, несложной математикой уже в большинстве уже можно тулить. Типа, держаться вместе, разъебывать. Ванюк, шо с ебалом, Вася, шо ты так любишь? Я вахуе, что это ты говоришь просто? Сейчас сижу и вахуе. В смысле? Ты серьезно, брат? Я вообще от тебя не ожидал. Серьезно? Четыре человека? Ломал микрофон. Да, ебать он охуел, пиздец. Мне так это понравилось. Что я буду? Ну мне Вадя, Вадя постоянно хочет как-то подсосаться к негативу моему, типа я изменился. Но по факту я такой же тип, просто первая динамичная, вторая, она чисто на бутылочке сижу, кайфую. Так что я буду присматриваться к носику. Артур, ты кого-то выставишь? Меня выставишь. Ну, Ликса выставлю, он очень желает пообщаться. Принято, благодарю. Благодарю. Саша, пожалуйста. Ну, полная жесть, но из всего, что хочу сказать, что до меня, мне очень понравилось, как погорел Лавилон. Он действительно хочет победить. Рассказал все за, все против. Я думаю, что вряд ли бы игрок на Мафии бы делал бы такой курс. Он бы сидел там, наверное, помалкивал или пытался как-то сбить. Для меня самый красный за столом это Вадим. Соответственно, также, ну, судя по всему, да, играем с Кейком, с Ликсом и с пятым номером. Сильвер тоже неплохо поговорил, ближе к третьему. Мафия 100% есть между 2, 6, 10, 11. К ним буду слушать внимательно. Из тех, кому большее подозрение, пока что из всех только к злому на шестом. Вот. Выставлять никого не буду, так как и так уже куча народу выставлено. Будем слушать. Спасибо, Саша. Дмитрий Ликс, ваша аналитика. Блин, ну, с одной стороны, мне нравится логика злого, с другой стороны, Хьюстон у нас проблемы. Как я и сказал в начале, я комиссар, единственное, что я проверил не злого, а кейка. И он красный, и поэтому у нас не 4 игрока, получается всего 2. Красных, почему 3? А третье кто? А кого, подожди, а кого кейк? Я, я комиссар, я кейка, он красный. А, ебать. Да, и в этом есть глобальная проблема. И кто-то из нас, скорее всего, будет... Ну, это вскрывался баран ебаный. Как вы говорили, да, пизданул. Ебать, что, сука, Валяна? Да, наебал, сука. В смысле, кейк сказал, что он меня лечил. В смысле, нахуй, я вскрывался. Меня сейчас убирал. Он в первом раунде, он в первом раунде вскрылся, я понял. Да, меня сейчас добивали. Я понял, его будут добивать. Я все буду проверил, а он красный. Вот, поэтому, честно говоря, я не знаю, но злой реально сказал гениальную вещь, поэтому я даже не знаю, считать его черным игроком или нет. Тогда вопрос к четверке. Одиннадцатый сидит, очень волнуется. И вопрос к четверке. Наверное, я буду топить, скорее всего, сейчас... Ну, не то, что топить, но я послушаю Сильвера, потому что вот он для меня крайне серый игрок. Номер четыре, да, выставляете? Да. Запротоколировано. Ваня Инсайдер. Так, нихуя я не верил. Честно говоря, даже после того, как Эликс вскрылся комиссаром, нихуя не верю, что тройка — это доктор. Опытный игрок бы сразу скрылся доктором, имея хил. Это абсолютная тупость. Это опытный игрок. Опытного игрока... Что, Кейкни, опытный игрок? Ты что? Первый раз с доктором вообще в жизни играю. Пиздит, блядь, я отвечаю. Второй, второй запиздел, второй. Не верю, блядь, не верю. Доктор всегда, как бы он ни хилял в первую ночь, он всегда скрывается, абсолютно всегда. Если доктор не вскрылся, то либо он суперновичок, или этого вообще не одупляет. Но Кейкни из тех людей, кто бы этого не одуплял. Там все логично было. Так что я бы поверил, что доктор пятерка или одиннадцатый, но нихуя не верю, что тройка доктор. Абсолютно точно. По поводу того... Но, тут Диман, блядь, нарисовался. Ну, я думаю, что Димана нахуй укусил злой, блядь. И мы опять играем с кубами каким-то комиссаром. Либо вскрыть. И у нас начинается... Да нет, нахуй, я уже с вами эти игры поиграл, когда вы пиздец неписуемый делаете, блядь. И он красный по проверке. Короче, нам либо нужен... Спасибо, Ванечка. Я номинирую троечку и нихуя не верю, блядь. Хорошо. Спасибо, Ваня. Скилз, твоя минута. Короче, для меня сейчас было шоком, что Диман какой-то начал хуйню нести, как будто это был самострел, и я просто выхилил, блядь, Димана. Походу, зря. Красава. Я до этого думал, что мафия это, типа, три, шесть, и получается... Ну, Ваня сейчас... Ну, короче, получается, походу, три, шесть, восемь мафия, потому что я, на самом деле, доктор выхилил Димана. Для меня понравился... Мне понравилась речь Вадима и Шильвернейма. То есть я играю со всеми, кроме, получается, коротки, восемьерки. Еще раз, кого ты выхилил? Ты доктор? Да. Как это, блядь, его выхилили? Кого? Че? Кого ты хилил? Кого? Диму? Ликса. Так, а почему-то ты считаешь его мафией, и ты говоришь, мафия, три, восемь. Потому что сейчас он говорит, что тройка это красный, хотя он фейковый доктор. Диман, он просто долбоем забей. Нет, погоди, а зачем он хилит? Он хилит восьмого, восьмой не уходит. Совсем в бою, Дим. Все норм, Скилз. Я ничего еще плохого не сделал в игре. Это, получается, кик пиздит. У нас есть разная раз. Все хорошо, Скилз, все нормально. Спасибо большое, Скилз. Скилз, ты кого-то выставишь? Ну, не знаю, семь. Все выставлены почти. Так, семерочку. Спасибо. Итак, теперь в таком порядке оправдательные речи. Шесть, один, одиннадцать, десять, два, восемь, четыре, три, семь. Шестерка. Артур, начинаем с вас. У тебя и шестерочка такая, блядь, хитрая шестерочка, но у меня всегда красненькая карточка. Типа, если, получается, Скилзорыч говорит, что он лечился, но с Димоном он напутал волнение. Я могу на это списать. Я его сейвил с самого Азиру. Как бы, до сих пор Тен и Элевен со мной в команде. То бишь, у нас раздамаз между тройкой и одиннадцать, два доктора, кто кого лечил, и оба лечили Ликса. Так что, ну, Ликс точно красная карта, блядь, ну, тут без сомнений. Ну, Даша тоже красная, все ее хотят, типа, окраснить жестко. Ну, так что я буду смотреть сейчас на тройку, присматриваться и на все речи вот эти. Хорошего дня желаю вам. Кушайте. Артур, в открыточке, в открыточке напишешь. Номер один, Вадя, B30. Ну, в принципе, норм. Тройка вскрылся. Сказал, он же знает, они убивали восьмерку. То есть он сказал, что похилил восьмерку. Я больше верю одиннадцатому. Типа, Скилзору, в принципе, нормально. Я думаю, что Димон просто такой сделал хороший ход. Сказал, что тройка. Типа, он хуярил в тройку. В принципе, комиссар сидит. Я не знаю. Я верю в Скилзору. Вообще все, кайф. Буду смотреть, что дальше скажут. И буду голосовать, скорее всего, в три. Переметнулся. Поняли под меня? Спасибо, Вадим. А когда не верю? Номер одиннадцать. Номер одиннадцать Скилз. Ваши тридцать. Ну, я вот сидел, думал все это время. Ну, типа, то, что почему Димана, типа, похилили. Ну, тройка. И потом, когда Димон говорит, что он проверил его, а он красный, ну, типа, мирный. Я думаю, как это вообще возможно, если он его, типа, похилил? Поэтому для меня, типа, стало тогда ясно. Окей. Диман, скорее всего, настоящий комиссар. Но только просто файканул. Он просто файканул, типа, специально по ходу. Да. Так и было, братан. Спасибо большое, Скилз. Ладно. Спасибо. Десяток инсайдер. Вот вы истинялись. Скажите теперь ртом. Ладно. Я не буду говорить. Пускай это... Кто понял, тот понял, как говорится. Короче. Тройку убираем сейчас сто процентов черный игрок. Вы проебали возможность узнать четырех красных стопроцентных. У вас бы мог комиссар, ну, или даже, не знаю, какая проверка у комиссара была. То есть, доктор хилил восемь. Если черный, то сто процентов надо бы говорить. Да любую, даже красную. Комиссар бы сказал красную. Как можно было замолчать, окей. Короче, у нас стол бы был гораздо проще. Диман за каким-то хуем пошел вскрываться комиссаром. Я говорю, Артур укусил. Артур, охуенно ты сказал. Короче, три убираем, пять, шесть, одиннадцать играем. Теперь речь Сережи Головача. Блядь, как все запутано, я ебал, блядь. Вот это скрывание, блядь, десять человек комиссарами, блядь. Все это, это вообще просто. Потом сидишь, такой, что, блядь, происходит? Это доктор, блядь. Ну, смотри, Диман скрылся комиссаром. Сказал, что три. Вы тоже слышите, опять эхо, да? Я не схожу с ума. Спасибо. Да, есть. Так ты сказал три, проверка красный. Говори сейчас. А, у Сереги слышу. Так, а может быть я где-то, блядь, не нашел. Это у Кейка слышно тебя? Это у Сильвера. Нет? Ну, сейчас он слышно? Велгарди говорит у Сильвера слышно. Не, я тоже слышу. Ну, типа я сам себе... Там не так сильно. Сережа, дополнительные вопросы тебе даю. Да, дополнительные, пожалуйста, потому что здесь вообще хуй разберешься. Вот, и, ну, мне нравится то, что говорят, типа, про Кейка, то, что, типа, он в мафии, просто восьмерку кидали, Диман скиллс похилил. В итоге они оба знают, что они, типа, охуярили восьмерку, при том, что, ну, мне кажется, больше все-таки я Диману верю, чем Кейку. Так что буду голосовать тройку, но пока что у меня это непонятная хуита вообще. Спасибо большое, Сережа. Давайте без просто всякой хуи. Номер восемь, номер восемь, Дмитрий, ваш тридцать. Да, я боюсь, что я просто так сказал, что тройка, просто на случай, если бы Кейк реально был доктором, меня похилил. Я бы мафия до сих пор думала, что я комиссар и все. Потому что они с первого хода, очевидно, решили меня убить, потому что я тогда сказал, что комиссар, они подумали, что я есть комиссар. Я не комиссар, естественно, я не проверял Кейка, но поскольку я верю больше скиллзу в данном случае, поскольку скиллзу сложнее, наверное, обмануть как бы. Вот, и он волнуется, значит, у него какая-то роль есть. Поэтому, да, тройка, очевидно, маф, вот, не знаю, будут меня дальше убивать или нет. Как сказал Ваня, комиссар может скрываться, я сказал, что я не комиссар, комиссар может скрыться и сказать свое проявление. Уже зачем? Уже зачем ему скрываться? Ну, мог сделать. Уже не надо. Дмитрий, номер четыре. Влад, ваш тридцать. Информации нереальное количество. Скорее всего, между 3 и 11 выберу 3 на голосование. Также играю с 5 и 11, разголосую за 3. Я единственное не понял, почему восьмерка вкидывает в меня, блядь, я не голосовал за шестерку, не затопил ее, не присосался. Почему вообще ко мне... Нет, ты в меня вбросил то, что и на голосование, и сказал, что типа... А в кого еще? Тоже верно. А я даже ни одного повода не... Не, ну мы за вами всему смотрим, если что, вот так подумать. Короче, голосую 3, играю 5 и 11. Дальше смотрим. 8 под вопросом. Спасибо большое, Влад. Номер 3. Кекс. Дина, подскажи, а последнее слово при голосовании будет, правильно? Ну, когда проголосуешь. Да, да, да. Все, отлично, тогда я особо не спешу. Я просто... Вообще не проблема. За доктора, действительно, ну, в катке с доктором и за доктора второй раз в жизни играю. Но не суть. Суть не в этом, ребят. Не говорите... Ой, не давайте себя запутрить мозги вот этими, что очевидно, очевидно. Нет никого очевидно. Есть разноцвет. Обоих просто в следующем раунде обязательно выводить второго игрока. И не мать это херней. Человеку, инсайдер, пытаются запудрить вам мозги, говорят, что по вскрытию очевидно. Нифига себе, доказ остальных тогда укажи сразу. Дмитрий Ликс, маф... Ой, маф красный, мы оба его лечили. Это очевидно. Его вообще, ну, типа... Спасибо большое, Кирилл. Спасибо. Да давай сразу. И последняя оправдательная речь. Завершает у нас Вудуш, пожалуйста. Да нет, я бы просто срезумировал то, что Ликс скрывается комиссаром. Говорит, я сделал третью проверку красную. Мы в итоге его выкидываем. Скиллзор говорит, я хилил Ликса, но при этом говорит, я думаю, что он маф. Короче, логика здесь, конечно, супертяжелая. Что происходит, я просто не знаю. При этом Кекс, который вроде нормально открылся доктором, сказал, что он хилил, еще и уходит сейчас. Я так понял, больше по рофлу вся эта ситуация. Ну, я не знаю. Просто в Скиллзу больше верим, Сань. Ну, на основании чего? На основании того. Да просто обоих выводить, и все. Ну, хорошо. Будем по разномассе уходить обоих. Давайте. Спасибо большое, Саша. Итого, у нас выставлены 6, 1, 11, 10, 2, 8, 4, 3, 7. В таком порядке. Дин, может, за меня в первую одну, очевидно. Да. Просто, чтобы не... Мы решили, что такое. Да. А что такое? Что-то сломалось? Алло. Рубовое с? А можем мы 3 убрать, если все против 3 сразу? А что, никто не проголосовал, за меня никто не вступился. Я, как бы... Давайте, давайте, погнали. До скорости голосования. Ох. Ну, если у нас все хотят... Все в тройку. Да, 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 я в тройку тоже валю. Просто, чтобы последний раз. Будешь не согласен. Я не то, чтобы не согласен. Три либо 11, окей, окей. Кто хочет вздернуть кекса? Окей. Вздернули, вздернули. В общем, вздернули кекса. Пожалуйста, Кирилл, ваше последнее слово. Все, это абсолютно нормальная ситуация, ребят. Единственное, не верьте каким-то очевидным вещам. Я вскрываюсь, говорю. После меня вскрывается человек, говорит, что доктор лечил. Не он лечил доктор. Но, может быть, он волнуется, я не спорю. Но просто себя обезопасьте, выкидывайте потом 11, играйте спокойно, без одного мафа. Не выдумывайте вот это. Вот инсайдер вкидывал больше всех, что это очевидно. Но если он опытный игрок мафии, он никогда бы так не сказал. Он бы сказал, ребят, у нас разноцвет, мы второго тоже там либо комиссар проверяют, либо мы его выкидываем. А он тут просто, нет, тут очевидно, я подсасываюсь. Поэтому просто не дайте себе запудрить мозги, играйте дальше. У вас есть один красный, и у вас будет минус один маф. И вы победите, у вас будет преимущество. Все, удачи. Спасибо большое. Спасибо большое. На этом кекс Дедге и покидает нас. А вы отправляетесь почивать свои постельки, кроватки. Я уж не знаю, где вас там голова еще разложила. Давай, Дина, погнали. В квартире. Жесть, Вадя. Полная тишина, все спят. Просыпается мафия. Мафия решает, кто же будет трупом. Мафия выбрала, засыпает. Просыпается Дон. Дон ищет комиссара. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар ищет мафию. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Доктор выбирает, кого полечить. Доктор засыпает. Утро. Все просыпаются. Кроме? Как я и сказала, все просыпаются. Точка. Подожди, ебач. Реально? Не планулись, что вы типа Тимана не улыбали? Но теперь может тишина комиссар вскрыться, и мы выиграли. Подожди, что за бред комиссар, Диман? Ой, блядь, вы че? Подожди, я не себя лечил, я еще Вадю. А, Вадю? А, ой. Ой, блядь. Куда я попал? Вы че, ебанулись? Как это Вадя? Подожди, убивали Димана? Я тоже не понял, как Димана не добить можно, блядь? Ну я просто думаю, что Тиман как будто, ну реально, типа, может самострел был? Скилз, от тебя вообще ничего не зависело. Нет. Скилз, от тебя, то, что ты сейчас сделал, это вообще пиздец, это нереально сделать. Крати, вы за два хода никого не убили. Как это? Кого ты вылечил? Вадю. Блин, ты че за хуйня? Почему Вадю? Я не понимаю. Комиссар может сказать две проверки и выиграть. Просто можно? Нет, а какой-то пранк, типа, че происходит? Я понимаю. Короче, я сразу скажу, что я комиссар. Вот, и начну с того, что, типа, я проверил на первый ход Вуду, что он черный игрок, ну карта. Злой, сейчас проверил, у него красный. Вот. И небольшая аналитика. У тебя была черная проверка, ты не сказал? Короче, два тройки. Не, я не сказал. Объясню почему. Я первый начинал, я хотел посмотреть, кого он будет выставлять. Я первый начинал. То есть мы... Я же еще говорю, типа, давайте снизу. Короче, он будет играть. Короче, засрочные два. Мой голос засрочный в два. У меня сейчас сосуд лопнет в мозгу, я отвечаю, бля. Я на свой ход скажу. Короче, два, три, семь. Два, три, семь. Спасибо большое. Два, четыре, семь. Два, четыре. А, бля, вы ебнулись, что ли? Вы чего? Пожалуйста, общее, 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 внимание, 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 внимание. Понимаю, что много эмоций. Сережа, твоя минута, пожалуйста. Короче, первая проверка была Вудуша. Он черный игрок, ну черная карта. Вторая проверка была в зло, потому что подозрение он как-то поменялся. Походу, просто устал. Злой красный. Смотрите, небольшая аналитика. Вудуш говорит, ну кейк типа такой под сомнением. Надо убирать двоих, надо убирать Скилза. Скилз максимально красный вот после этой хуйни. Вот прям максимально красный, если надо играть. Злой проверка красный. Вудуш сейчас уходит. И скажите, в кого голосовать, ну в кого проверить. И похильте меня. Пять или четыре. Один четыре. Четыре. Ну смотри, сейчас хилили один. Сейчас Скилз говорит, он хилил один. Давайте для прикола его оставим. Очень прикольно. У нас тут стол уже все. А метом исключения остается четыре и семь. Все. И они сейчас сидят в полном аху. Я не понимаю, почему они восьмерку не убили. Семь уходит сейчас. Семь уходит сейчас по проверку. Дваны по хильте только меня. Это пиздец. Да, уже можно ничего не делать вообще. Сережа. И это пизда какая-то. Один шесть, одиннадцать. Красный игрок. Пожалуйста, кого ты выставляешь, Сережа? Выставляю вудушу, уходит вудушу. Запротоколировано. Как это произошло? А я все равно хочу головочахить. Это пиздец просто. Да что сказать, проебали. Это нереальное дерьмо вообще. Это нереальное дерьмо. Это пиздец. Типа... Видите? Турнир какой-нибудь по магии такая хуйня просто. Нет, это безусиливает. Причем, самое забавное, что скилл до сих пор не понимает. Да, он не понимает, что он сделает вообще. Он думает, блядь, Диман все-таки мафия нахуй. Диман, что произошло, скажи нам. Я? Да. Да. Что, я не знаю, я спас. Не, ну ты жоскарольнулась, пиздец. Бля, ты пиздец. Бля, это... Нет, мы играем дальше или что? Да, да. Да тут уже в нас нужна. Я ждал своего слова, конечно, да. Да, мы кикаем семь, потом кикаем четыре. У нас вариантов нет. Да, мы все, мы проебали. Да нет, он уже сказал. А, мы проебали. Да он на красном сто пудово, потому что я комиссар, естественно, проверял инсайдер. Типа вы решили, вы решили. Потом я скажу вам эту историю. Ладно, ладно. Вторая проверка была в злого и голова черной. Ага, конечно. Прописали в чат. Не, ну второй хил это пизда просто вообще. Это что это было? Он два раза захил. Я такое не видел вообще, чтобы такое было. Бля, это жесткое. На меня еще пиздец. А можете хотя бы дать, почему вы один убивали? Зачем еще был один убивали? Ну типа мув сделать такой неочевидный. Ну вообще да, восьмерку надо было. Казалось, что ты самый опасный за столом. Больше всего вносишь смуты. Казалось, что ликс и зло, если их оставить, они сами друг друга перебьют. Вот. А ты давал хорошую аналитику и хотелось убрать именно тебя. А их нужно было просто оставить подольше. Они бы проголосовали там что-нибудь друг в друга. И то есть, соответственно, как-то вот так вот. Но у вас все равно еще Ваня на столе оставался. Ну, Ваню бы потом убирали. И доктор. Плюс я дал проверку в Галача, он был мафом, он был доном. Я бы сразу, он бы следующим уходил сразу. И дальше... А, у тебя было что? Ты знал, кто комиссар? Да, да, да. Я знал, кто комиссар, поэтому, конечно, он скрылся первым. У него раньше слова. Я бы сейчас сам, может, скрывался комиссаром. Мне просто не повезло, что мой ход позже. Я бы сейчас скрывался, говорил, что комиссар он. Бля, и так далее. Может, что-то интересное было бы. Ну, это пизда. Все тогда, да, Вадь? Да, да, да. Спасибо большое. Мы такие, что, две... Одна три в три, а вторая просто за два раунда. Да, да, да. Нет, сыс разъебал. Так получилось, что... А, так и вас мафия была 3-7. Для вас была за мафию легчайшая катка прошлая. А это легчайшая получилась. Это нереальное, да. Это нереальное, да.